Удивительный прорыв Туктамышевой перед Олимпиадой. Императрицу зауважали даже судьи. Лиза еще никогда не была так близка к заветной путевке на игры. Теперь это понимают и арбитры. В это сложно поверить, но взрослая карьера Елизаветы Туктамышевой длится уже 10 лет. За эти годы фигуристку неоднократно списывали со счетов и отправляли на пенсию. Но Лиза продолжает бороться и становиться лучшей версией себя несмотря ни на что. На старте своего третьего олимпийского сезона Туктамышева показывает лучшую форму. В 25 лет фигуристка ближе к Олимпиаде, чем когда-либо. Как же хочется, чтобы на этот раз у Лизы все получилось. Туктамышева 10 лет в топе. Дебют Туктамышевой на взрослом уровне состоялся ровно 10 лет назад на этапе Гран-при в Канаде. Уникальная фигуристка уже тогда поражала огромным потенциалом. Лиза была на голову сильнее своих конкуренток, что и доказала блестящей победой на своем первом международном турнире. Все ее соперницы по Скейт Кеннаде, 2011 уже давно не соревнуются. В борьбе осталась одна Лиза. И что еще более невероятно, она до сих пор в топе. Рассчитывать на такой успех не могла и сама Туктамышева. Гран-при Канады 10 лет спустя, и я на пьедестале. Если бы кто-то мне сказал об этом тогда, в 2011, я бы не поверила. Тогда это была большая победа для России, потому что был перерыв в медалях несколько лет. Сейчас серебряная медаль, моя личная победа, делится эмоциями Лиза. В Лизу неоднократно теряли веру, но она всегда возвращалась. В течение этих 10 лет в Туктамышеву неоднократно теряли веру. Фигуристку многие списали со счетов после того, как она пропустила Олимпиаду в Сочи. Но Лиза взяла и в следующем сезоне выиграла практически все главные турниры. Затем вновь последовал спад, усложненный травмами и возросшей конкуренцией. Всеобщее внимание переключилось на Евгению Медведеву, а потом на ее противостояние с Алиной Загитовой. О Лизе попросту забыли. Но в следующей после Олимпиады в Пхенчхане сезон она снова заявила о себе. Стабильно запрыгала тройной аксель, поднялась на пьедестал финала Гран-при. Даже тогда на большие успехи Лиза никто не рассчитывал, ведь вскоре во взрослые должны были выйти феноменальные Трусова, Щербакова и Косторная. Но Туктамышева приняла вызов от нового поколения и уже в солидном для фигурного катания возрасте совершила огромный рывок в мастерстве. Благодаря невероятной воле Лиза пробилась на чемпионат мира 2021, где сенсационно взяла серебро. Но и это достижение многие посчитали лебединой песней. Перед этим сезоном вокруг Туктамышева и сложилась уникальная ситуация. Действующую вице-чемпионку мира большинство специалистов и болельщиков не видели в числе реальных претендентов на поездку в Пекин. Но Туктамышева за эти годы научилась опровергать любые прогнозы. Сложно сосчитать фигуристок, скольких за свою карьеру пережила Лиза. Конкуренция ее уже не пугает, а делает сильнее. В самый важный сезон ученица Мишина достигла своего пика формы. Такой сильной и уверенной мы Лизу не видели никогда. Теперь уже мало кто удивится, если эта невероятная девушка поедет на Олимпиаду. Туктамышева провела работу над ошибками. Для олимпийского сезона Лиза провела колоссальную работу над собой. Главной проблемой фигуристки было отсутствие стабильности. Туктамышева могла прекрасно исполнить свои тройные акселя, но допустить ошибки на остальных прыжках. Из-за этого элемент ультра Си ей никакого преимущества не давал, а скорее, компенсировал недочеты. Первые старты в этом сезоне у Лизы прошли не блестяще. Туктамышева слабо выступила на открытых прокатах и на этапе Кубка России, чем породила разговоры о плохой форме и отсутствии шансов на игры. Но к международным турнирам ученица Мишина провела работу над ошибками. Туктамышева стала усиленно работать над прыжками и достигла какой-то неимоверной стабильности. Лиза превосходно выступила на Финландии от Роуфи и Скейт Кеннада. Сложно вспомнить, когда в последний раз фигуристка выдавала четыре отличных проката подряд. И в Эспо, и в Ванкувере Туктамышева набрала более 230 баллов. До этого столько она набирала лишь раз в карьере, на отчасти выставочном командном чемпионате мира в Японии в 2019 году. В итоге опытная российская фигуристка совершила удивительный прорыв на старте Олимпийского сезона. Слабым местом Лизы были и вращения. Фигуристка регулярно теряла на них уровни, используя простые позиции или не додерживая их. Туктамышева отдавала преимущество конкуренткам даже в таких мелких моментах. Но к Олимпийскому сезону Лиза все исправила. Фигуристка улучшила растяжку, усложнила позиции и довела вращение до идеала. Теперь в протоколах Туктамышевой едва ли найдешь вторые и третьи уровни. Туктамышеву стали уважать судьи. Важный итог первых турниров сезона состоит в том, что Лизу наконец начали уважать судьи. Правда, пока лишь международные. Раньше опытная фигуристка даже за безошибочные эмоциональные выступления получала очень низкие баллы. Порой арбитры ставили Туктамышевой совсем уж унизительные оценки, будто намекая на то, что ее время уже ушло. Все кардинально изменилось в этом сезоне. В Лизу наконец-то поверили и начали оценивать по достоинству. На старте сезона фигуристка уступает только Камиле Валиевой. Кажется, судьи сами хотят видеть Туктамышеву на предстоящей Олимпиаде и дают ей для этого все шансы. История и преодоление Лизы просто невозможно не проникнуться. Парадоксально, но сейчас, в 25 лет, Туктамышева ближе к Олимпиаде, чем когда-либо. Сейчас у фигуристки складываются все факторы. Потрясающая форма, кропотливая работа над ошибками и уважение судей. Если Лиза сохранит это все до чемпионата России, а ее конкурентки не обретут небывалую мощь, то ее будет крайне трудно лишить поездки на Олимпиаду. Туктамышева как никогда близка к своей мечте. Как же хочется, чтобы у Лизы на этот раз все получилось. Она нас соблазняет, это было очень сексуально. Иностранцы оценили зажигательный прокат Туктамышевой. Иностранные поклонники фигурного катания крайне положительно прокомментировали выступление Елизаветы на Гран-при Канады 2021. Мне очень понравилась Туктамышева, одним своим присутствием на льду она делает соревнования по-настоящему стоящими. Елизавета Туктамышева уже взрослая женщина, но до сих пор устраивает шоу, когда выходит на лед. Кажется, Туктамышева обеспечила себе место на поездку в Пекин. Так что, Туктамышева едет на Олимпиаду. Девочки тут беридзе хороши только в 15 лет. Снимаем шляпу перед Туктамышевой. Много людей ждут ее провала, но лично мне очень нравится ее программа. Получается так, что Туктамышева соблазняет нас, это было очень сексуально. Поклонитесь Лизе Туктамышевой. Ее программа и выражение лица в некоторых моментах, это потрясающе. Мне очень понравилось. Отправьте ее на Олимпиаду. Мне не нравится ее программа, но она выступает так, будто уже выиграла, и это чертовски круто. В фигурном катании нет никого похожего на Елизавету Туктамышеву. Она продолжает открывать новые уровни своего катания, смотреть на это безумно весело. Фантастическая произвольная программа, включая два тройных акселя. Эта музыка и сама программа идеально подходят Елизавете Туктамышевой. Гениальное выступление Туктамышевой. Я живу ради хаотичной энергии Туктамышевой.